Друзья, всем привет! Сегодня 13 ноября, воскресенье, завтра уже в школу. У нас на сегодня очень много дел, много домашек. Ну как много, потому что мы с Дамиром совсем скоро уезжаем, то ли в понедельник после школы мы уезжаем, то ли во вторник совсем с раннего такого вот утра или в понедельник ночью, я пока не знаю во сколько, потому что мы сейчас повязаны на моменте того, что нам нужно знать во сколько один человек прилетает во Владивосток. А чтобы узнать во сколько он прилетит, нужно чтобы он долетел до Москвы, этот человек, вот, нужно чтобы он долетел до Москвы, а в Москве, когда он возьмет билеты во Владивосток, Мы уже будем точно знать, во сколько нам выдвигаться Этот самый человек, Владимир Владимир возвращается и мы едем во Владивосток Почему, зачем мы его встречаем, зачем мы едем во Владивосток И что мы будем там делать Это большой-большой секрет, как в фиксиках Вот, я сейчас навожу порядок, занимаюсь домашними делами В принципе, готовлю есть, в принципе, у меня больше пока ничего не остается Почему? Потому что Дамир уехал Дамир меня кинул Мы должны были с ним уйти за посылкой в Озон Там нам пришел медведь Валера и медведь Желтобрюх Вот, в посылочке Я заказала очень много всякого интересного Но показывать все прям не буду Почему не буду все показывать сразу? Потому что, во-первых, там есть вещи, которые планируются подарить только на сам Новый год Вот То есть, есть вещи, которые мы будем вот под елочку класть В этом это сюрприз И так как это сюрприз А Дамир и Владимир, они какие-то видео мои смотрят Какие-то поглядывают И может так быть, что, то есть, ну, я как-то его так назову Так вот И Дамир такой Ага, что это такое? Что за название такое? Зайдет и посмотрит Или вот когда в рекомендованных в ленте выпадают видосы, да? Так как мы все друг на друга подписаны У всех стоят колокольчики, вот Может такое быть, что видео выпадет И Дамир увидит какую-то его часть, да? Потому что оно в ленте, оно немножко анимированное, да, видео Или, может, что-то на заставку не то поставлю В общем, не хочу спалиться Поэтому, естественно, видео с подарками Я буду выкладывать уже так по факту, когда их подарят Вот, это во-первых Во-вторых, есть подарки, есть кое-какие посылки Которые, ну, давайте скажем так Они из разряда личных и не совсем приличных Вот, поэтому их я тоже показывать не буду То есть, я как бы могу сказать, что, да, вот за посылкой сходила Но показывать ее я не буду Так, дальше что? Мы должны были сходить за посылкой, сделать домашки Ну, и у меня, как бы, у Дамира там задание Он строит крепости Он хочет удивить Владимира У него там уже построено много домов, крепости в Майнкрафте У него там несколько очень крутых миров есть Один мир у него чисто по крепостям У нас есть книга еще с крепостями Дамир в данный момент строит казарму Вот, и вот он хочет показать Владимиру Свои башни, крепости, казармы, дома Там очень такой вот средневековый у него мир И вообще, Дамир уехал Дамир уехал в Мегу Он будет в какой-то там детско-развлекательной комнате Со своим другом И я видела, там еще двое мальчишек сидели в машине То есть, ну, как бы Я не знаю, сколько их вообще там будет детей Вот, но на тот момент, когда я отдавала ребенка В надежные руки мамы его друга Вот, детей было четверо Вот, я узнала, естественно, заблаговременно Сколько там чувствует Говорю, Дамир, если вы будете там кушать То, как бы, ну, я потом за все расплачусь Говорю, ни в чем себе не отказывай Не стесняйся, все нормально Вот, ребенок себя не чувствовал Как бы незащищенным и так далее То есть, что он там голодный будет сидеть Не воды попить, ничего Я говорю, не стесняться Потому что Дамирчик, он не то чтобы стеснительный Но он как бы Одно дело, что он у меня может что-то попросить У чужого человека, он может постесняться что-то попросить Вот, то есть, он достаточно вежливый мальчик Не хочет никого стеснять Ставит неловкое положение ни в себя, ни в других То есть, то, что он чувствует себя очень раскрепощенным В своем узком кругу, это один вопрос Вот, а как бы, ну, с другими людьми Как он себя ведет, это уже другой вопрос, да В общем, Дамир уехал Он будет в лего-комнате сейчас тусить Я не знаю, во сколько Ну, сказали, что где-то час они будут развлекаться Когда они выезжали, не было еще и трех Я думаю, если час, где-то, то, наверное, они к трем туда поедут Где-то так, ну, в четыре где-то они освободятся Пока доедут домой Где-то шестнадцать-тридцать, наверное, будет В принципе, мы успеваем за посылкой По-моему, посылку нужно забрать или до семи вечера Но она будет до восемнадцатого числа в любом случае на Озоне Но я обычно, когда посылка приходит Она вчера пришла, ее можно было забирать уже после пяти вечера Но после пяти вечера на улице темно И как бы не хочется в тот район ходить, где у нас вот Озон Надо вообще посмотреть, куда именно она пришла У нас тут рядом новый пункт открылся Но я, мне он не очень, он нравится Почему? Потому что Потому что я не понимаю, где он Он в каком-то здании, на каком-то этаже В каком-то офисе Надо что-то там набирать на домофоне В общем, все так размытое непонятно И мне больше нравится тот пункт, в который обычно мы ходим Там еще есть кафешка, которую я не так давно назвала Добрый день Она, оказывается, бодрый день Называется Привет моей дислексии Вот, она называется Бодрый день И мы когда ходим забирать посылки Мы там частенько до кофеек берем Покупали там ловец снов Разные пироженки покупали Один раз мы прям там сидели, кушали Вот, и забрали частично с собой Вкусняшки И второй раз мы там не ели У нас не было времени Дамир был на больничном И у нас был большой догон домашек Потому что он температурил Вот, и не мог делать домашки по факту, когда их задавали И потом, когда ему полегчало, нужно было догонять материал Вот, я не знаю, как это у других работает родителей Но я хочу сказать, что у нас всегда такая схема Если классные работы, я его не заставляю переписывать Я ни у кого не прошу, мол, а что вы там писали в школе Скиньте мне Если домашнее задание какое-то задают по карточкам Или по каким-то другим источникам Которые выдавались в классе, пока до мира не было Мы эти домашки тоже не делаем Но все домашние задания, которые ему задаются Весь материал мы вспоминаем Весь новый материал я объясняю ему дома самостоятельно Вот, и все мы прорабатываем Даже опыты все мы делаем Если задают какие-то поделки сделать И это тоже все делается, все рисуется Все в порядке Если что-то в электронном виде сделать, все делается Просто что я не понимаю пока, когда мы уезжаем Почему, говорю, много домашек будет Вот, и нам тогда надо было догонять материал Поэтому второй раз мы в кафешке не кушали Мы забрали с собой и быстренько побежали домой Почему я не понимаю пока, что сколько нужно Ну, почему, говорю, много домашек Их немного на самом деле Плюс там задавали две карточки А Дамир, я не знаю, я сейчас посмотрю Есть у него одна карточка или нет Он, по-моему, когда был русский Задание задали в карточке И, по-моему, у него должна быть эта карточка Он был, когда был русский В пятницу русского не было Но в пятницу была математика И задали домашку по карточке У него карточки, естественно, не будет Потому что его не было в пятницу Просто нужно сделать домашки Все, которые известно Нужно будет сделать еще наперед Потому что Дамир приедет поздно И сил уже делать домашки не будет Если, например, мы поедем в пятницу после школы То мы только вечером будем во Владе А если мы вечером будем во Владе И пока мы доедем обратно Уже будет, допустим, полдвенадцатого ночи Ну, как бы делать их нелогично В такое время ребенку уже нужно спать Потому что на следующий день в школу рано вставать В общем, все, что известно нам Я хочу сделать заранее Чтобы нужно было как можно меньше Сваливать материала на вот такой поздний час Вот Вот так вот Ну или отпрошу Дамир один день Не ходить в школу Зависит от того, во сколько мы приедем Если сильно поздно, то, конечно Ребенок будет не отдохнувший Без ДЗ Какая школа? Вот Плюс приезжает папа наконец-то Поэтому захочется, естественно, провести время с папой Вот Как-то так Поэтому я не знаю, честно Не знаю, как оно все будет Вот Без понятия Без понятия Мне вообще не интересно, как пройдет дорога Что за машина Я пока не знаю, на какой машине мы поедем Вот Будут новые люди для нас, незнакомые То есть Все пока непонятно Все пока непонятно Все пока не ясно Вот делюсь с вами своими переживаниями Своими опасениями Так, закрою окошко Я готовила Просто очень душно было Дома Я открывала окно Сейчас уже Уже достаточно все Потому что готовишь Сразу окна запутевают Здесь плохая вентиляция в квартире Как мне сказали Тут были какие-то вентиляторики Вот эти вот На вытяжках Но Их нет В общем, я так понимаю Что предыдущие жильцы Их сломали И поменяли их на новые вытяжки Без вентиляториков В общем Такое Очень все смутно И непонятно Вот так вот Вот такие пироги Вот такая история Тек Тек, тек, тек Ну что Буду заниматься дальше Домашними делами Ожидать пока ребенок Приедет домой Его должны подвезти К подъезду Я должна буду спуститься Его забрать Вот Так что Моя задача будет дома А пока я дома Я буду делать домашние дела Наверное Что-то смотреть Я сейчас Молотова смотрю Вот Кого значит смотрим Кого смотрим Сейчас расскажу Кого смотрим Кого читаем Коль пошла такая пьянка Сейчас расскажу Я тут рассоль Вкусно сварила Бифштексов Наготовила Чек Это не то Ага вот Эй Телефончик уже старенький Тупит Так Посмотрела Значит Мы в данный момент С Дамиром Смотрим фильм И злом времени Пока я ничего не могу О нем сказать Потому что Мы начали его смотреть Когда ели пиццу И может Атмосфера не та Ну как-то Что-то мне пока не зашло Как будет дальше Я не знаю Может нужно просто Выключить свет Лечь нормально И лежа там Его досмотреть Спокойно Вот Тогда может Заинтересует больше Пока для меня Этот фильм Достаточно дикий И странный Хоть он и детский Хоть он и Такой вот фантастический Но для меня Он пока странный Посмотрела Ангела Френии Много видео И может быть Даже и продолжу Сейчас смотреть Вот Но скажу Уже сразу заранее Для меня Очень странно Многие моменты Когда она стала Во-первых Она до сих пор Как бы да Там занимается в театре Во-вторых Для меня правда Странно Когда человек Топит за феминизм С учетом того Что она всю жизнь Практически находится На содержании У мужа У меня это как-то Правда Она даже сама Подтверждает тот факт Что то есть Да возможно Для кого-то Это не вяжется Да То что там Человек там Красться Удаляет волосы На руках И так далее Да Вот Что вот Все эти моменты Они Как-то не совсем Неправильная Феминистка Да То есть Я правда Не знаю Я согласна Что действительно Вот да Там суфражистки Они боролись За права женщин Феминистки Это так сказать Современные суфражистки Да Вот Действительно Я даже Я правда Ну если это действительно То есть Как бы Если это действительно Заслуха суфражисток Тот факт Что на данный момент У нас есть По словам Ксении У нас есть YouTube Мы можем слать донаты Блогерам Мы можем Зарабатывать деньги Учиться в институтах Я даже себе не представляю То есть Допустим А если бы не было суфражисток В современном мире В 2022 году Было бы у нас это все Или реально YouTube смотрели бы только мужики И все такое Мне очень интересно Была ее точка зрения О том Что она сказала Что когда мужчины Были на войне Женщинам пришлось работать Они занимали Мужские рабочие места Ну скажем так Да И когда мужчины Вернулись с войны Им негде было работать И соответственно Женщин стали отправлять Обратно На Их Так сказать Ну обратно Домохозяйством заниматься Да Следующий момент Которым я хочу сказать Что Это то Что Она там Рассказывала Там О Как бы Такой вот Вере Красоте И так далее О том Как зарабатывают Всякие компании На неуверенности В себе Женщины О том Как Всякие компании Зарабатывают На домохозяйках Тут я вообще Прям с ней полностью Согласна Вот Действительно Это так Женщины От неуверенности В себе Начинают Себе качать Огромные губехи Кромсать себе Носы Вставлять В сиськи Импланты Действительно Это так Ты всегда Будешь Не такая Вот Как у мужчин Абьюзеров Вот Если он Начал Придираться То ты Всегда Будешь Не такая Вот Точно Так же И здесь В плане Индустрии Красоты Если ты Толстая Тебе надо Худеть Если ты Худая Тебе Надо Качать Орех Тоже Кстати Не люблю Это слово Орех Вот Дальше Что Я могу Назвать Там Например Своего Каталисным Орешком Потому что Вот такая Расцветочка У него Но Именно Задницу Назвать Орехами Мне не нравится Это Дальше Что Она Очень Много Рассказывала Также О О чем Она Много Рассказывала В общем А вот Этих Моментах Она Рассказывала О том Как зарабатывают На домохозяйках О том Как зарабатывают Да То есть Домохозяйка Она Как бы Ну В каком-то Плане Она Нереализованная Женщина Потому что Она не ходит На работу Она не реализуется Но для того Чтобы домохозяйка Не считала себя Ущербной Она Значит Начинает Вымывать Всю квартиру Чтобы хотя бы Реализоваться Как домохозяйка Да И тогда Придумывают Всякие Новые Там пылесосы Новые средства Там для уборки Еще чего-то Чтобы женщина Сметала И покупала Это все И чувствовала Себя счастливой Да То есть Она целыми днями Все намывает Всякими новыми средствами И как будто В какой-то степени Она самореализована Я тут тоже могу В принципе Согласиться Мне вот именно Этот выпуск Очень понравился Мне не понравился Выпуск Когда Она вот Она стала Психологом Да И вот Очень многие моменты Очень многие видео Которые она разбирает Для меня правда Очень странные Я смотрела там Разбор Какого-то фильма Непонятного Вот Про Я не знаю Это порнофильм Что ли Я не понимаю Там очень много Секса в нем И там очень много Какой-то грязи Для меня вообще Это дико странно Было бы даже Смотреть этот фильм Не знаю Хотя многие смотрели Судя по комментариям Да Там Женщина какая-то Полька Она значит Была с мужчиной Там с каким-то Да Со своим Вот И она легко Так А когда они были На Сицилии Она его легко Абсолютно бросила Потому что Ей посторонние люди Какое-то показали Видео Типа Он ей изменял Доказательства Ну тоже Блин Кто эти люди Это не повод Бежать к этому же Мужику Который тебе Показал доказательства О том Что тебе твой мужик Изменяет Это не значит Что нужно сразу К тому мужику Бежать Надо тогда Во-первых Надо со своим мужиком Поговорить Решить с ним Свои вопросы А во-вторых В таком случае Ну никому не бежать Это не повод Бежать к постороннему человеку Абсолютно Которого ты вообще Не знаешь И она значит Решила целый год Провести с этим мужиком На Сицилии Придумала родственникам Мол Так и так Мне сделали Хорошее предложение О работе Я остаюсь на Сицилии Не знаю Что бы мне Мне кажется Моя мама бы выехала С кучей ментов И собак И всего остального Разыскивать меня В Сицилию И вообще Это очень странно Типа Мне предложили работу Я тут на год еще Останусь Типа Че за Как-то это звучит Неправдоподобно Да Он типа сказал Что она должна Провести с ним Типа Они заключили Такого пари 365 дней Вот он будет Добиваться И в общем Там куча Всяких Извращенных Сексуальных Моментов В этом фильме То есть То сначала Он там с кем-то Заигрывает Спит Прямо у него На глазах И она его После этого Принимает И хочет И так далее Для меня Это правда Странно Очень Только что Твой мужик Непонятно с кем И тебя это Возбуждает Ладно Дальше Следующий момент Это такой момент Что Следующий момент Это такой момент Что Ну правда Странный фильм Очень Я не знаю Как она взялась Вообще Вот это все Хитросплетение Разбирать Я бы даже Смотреть не стала Ладно Наверное С какой-то целью Это все-таки Было снято Наверное Как-то это Популярный Такой фильм Среди женщин Вот Там Рассказывала Она о моменте Что некоторые Женщины хотят Чтобы их били Издевались Над ними Да там Насиловали Нападали на них И что Вот у них есть Такие тайные фантазии Это наверное Какие-то Очень странные Женщины Не знаю Я себе не могу Представить Чтобы я фантазировала Чтобы меня Избивали Унижали И на моих глазах С кем-то спали И типа Ну правда Это странное Желание Вот Дальше что Для меня Странно Было Следующий момент Там значит Была девушка Одна С парнем Они жили В этом самом Где они жили Они жили Они короче Встречались сначала Потом они решили Съехаться И вместе снимать квартиру И родители Этой девушки Съехали на дачу И предоставили Этим молодым Свою квартиру Вот Чтобы дети Не скитались По съемным квартирам И тут Ксения сказала Что это попытка Не дать детям Сепарироваться От родителей Да И как бы Ну вот Как маленьких Дальше Как бы да То есть Они уже не нуждаются В родителях Давным-давно И соответственно Это хоть какая-то Возможность Показать детям Свою нужность Важность Родителям И так далее Вообще Кстати Вот тут Я с ней согласна По этому моменту Что действительно Вот Да Мне тоже Кстати Родители Часто говорили Ой Да зачем вам Скитаться По съемным квартирам Да зачем вам то Да зачем вам это Живите с нами А давайте то А давайте вы будете жить Там вот у нас дом есть Давайте вы туда переедете Будете в доме жить В общем Или давайте Продадим квартиру Мы купим два дома В одном из них будете жить вы И мама мне там Предлагала Да там квартиру Но Это все хорошо И это все замечательно Ну То есть Даже если я Например Где-то бы На это даже И согласна То муж у меня Хочет добиваться Всего сам И уже потом Через время Мне мама звонит И говорит Какие вы молодцы Говорит Типа вот Что вы на это Все решились Что вы вот то Вот все Типа действительно Там выросли В маминых глазах Что действительно Как бы мы взрослые Оказывается Вот И так далее Что то есть Она нами гордится Что мы молодцы Но типа В случае чего Она всегда рядом Она всегда поможет Моя мама И как бы Если что Если что Если вдруг Будут какие-то трудности Она говорит Что нам всегда Есть где жить Вот Про себя у мамы Есть как бы Свободное жилье еще Вот Она говорит Если что Если что Я всегда вам рада Приезжайте Вот Это очень приятно Это очень приятно Что родители Они всегда Всегда поддержат Всегда выручат Всегда Это здорово Вот Но да Есть такой момент Действительно У меня тоже Родители Очень не хотели Меня отпускать Очень не хотели Понимать Что Их квитонька Уже выросла Вот Да Да Тут вот я с Ксенией Согласна Но Значит Потом Этому парню Значит Эта девушка Шла по классической схеме Она отучалась в институте Устроилась работать По специальности У нее есть друзья Собака Квартира Да В городе Екатеринбурге А парень Значит То институт Отлынивал Мама его везде пихала Вот Там Девушка работала Он по подработкам И там Мама ему денежки давала И так далее То есть Вот такой вот он Несерьезный Да И тут вдруг Ему предлагают Хорошую работу В Питере С хорошей зарплатой И так далее Она не могла Там никак Ни с кем познакомиться Ни работу найти нормальную То есть Он уже привык Настолько Что как будто И всю жизнь жил в Питере А она никак Не могла привыкнуть К жизни там Многие Многие Кто писал Что вот мол Так и так Такого быть не может Чтобы в Питере Типа не найти С кем общаться Все равно Ты там Работаешь Есть какие-то коллеги По работе Я хочу сказать Что я достаточно С определенным возрастом Течением времени Не знаю Образом жизни Так как я всегда гуляла В шумных компаниях Работала С людьми Я хочу сказать Что я на данный момент Тоже мало с кем общаюсь И Опять же Ну лично меня Это более чем устраивает Вот Ее видимо не устраивало Но даже я Всегда находила С кем мне поболтать Я всегда находила Коллег по работе С которыми я могу поболтать С которыми я могу встретиться Пообщаться И вне работы Даже я Такой вот Интроверт Социофоб Как хотите Который давным-давно Привык К домоседству Вот Даже я Нахожу С кем мне поболтать Если у меня есть Такое желание Как бы уже Отойдя от работы Постоянной С людьми Отойдя от работы Постоянной С клиентами Отойдя от шумных Компаний Каких-то Подростковых Которых я крутилась Еще до замужества До появления У меня ребенка Даже я Нахожу С кем поболтать Это странно Что она совершенно Действительно Не нашла С кем ей общаться Не нашла Вообще Никакой круг общения Ну да ладно В общем Ей не нравилось То что он На хорошей работе Все везде у него Устроено Квартира И так далее Он нашел Свой круг общения Он много Уделяет внимания Этому кругу общения Много уделяет Внимания работе Она как будто Такая вот Ненужная И в общем Она начала предлагать Ему Давай как бы Поженимся Перейдем на следующий этап А он отказался Сказал Ну как бы Зачем мне жениться Сейчас Я думала Ребенок уже нет Я думала Зачем Он такой Ну зачем мне Типа жениться Да в таком духе Вот И я хочу сказать Что В общем Она как бы Считает себя Брошенной В чужом городе И она возвращается Я так понимаю В Екатеринбург И вот Ксения Типа Как бы Она не понимает И не принимает Ее чувства Она считает Что у нее Ноги руки есть Она потусила В классном городе У нее были Эти отношения Что она может Месяц пострадать А потом Пуститься Так сказать Во все тяжкие В новое плавание То есть Друзья у нее есть Собака у нее есть Квартира у нее есть Можно вернуться В Екатеринбург Устроиться снова На работу И как бы Искать себе Нового мужчину Но они вместе Пробыли Или 6 Или 8 лет Это во-первых Во-вторых Естественно Отношения Отношения должны Как-то развиваться И переходить На новый этап Все равно Как ни крути Она этому человеку Доверилась Она все бросила И уехала с ним А Ксения Как будто Ну вообще Как будто Чувства этой девушки Ей Ну не поняла Ну как-то она их вообще Как будто И нет их Этих чувств Переживаний у нее Она их обесценила Ну как-то Не понравилось Это видео Вот Посмотрела Мне было интересно Что покупают Другие люди В фикс прайсе Потому что Я там частый гость Мне было интересно Что же покупают Другие люди Ну хочу сказать Что вообще Не то же Что и я Вообще Не то же Что и я Что-то совпало Но единицы В основном Все то Что я например Не покупаю Вот Я такого не покупала Так она И мне показалось Что как-то Всего мало Она купила Еще она так сказала На такую баснословную сумму Такая говорит Две с половиной тысячи Я такая сижу Думаю Ну не такая уж сумма И баснословная Обычный заход Фикс Да ладно Дальше что В общем Как-то так Мне правда Стало казаться Что она Обесценивает Своих героиней Обесценивает Их чувства Нам еще было Очень много сюжетов Вот Но правда Мне кажется Что она Обесценивает Своих героиней Не знаю Мне кажется Она была Раньше Более добродушна Какая-то такая Сейчас как-то Не знаю Не знаю В общем-то Вот так А еще Я посмотрела Я заходила К Молотовой Заходила К Анатолию Андреевичу Вот И у Анатолия Андреевича В вкладке Сообщества Я нашла Кутуфильм Про аборт Я его посмотрела У меня всегда Всегда мысли Такие вот Очень смешанные Про аборт Я уже говорила Что С одной стороны Как бы Понятно Что это Женщине решать Рожать или нет Вот И тут как бы Нельзя запрещать Ей иметь это право Потому что аборты Они все равно будут Тогда они будут Подпольные Опасные Будут много женщин Умирать Как это было В Советском Союзе Но Я могу сказать Что все равно Лично для меня Это ужасно И лично для меня Это убийство И Ну правда Я не знаю Я не знаю Что тут сказать Лично для меня Это ужасно Это убийство Это ужасное ощущение Женщины Потом будут сидеть И думать А вот моему ребенку Было бы сейчас Столько лет Будут плакать Будут видеть детей В возрасте В котором мог бы быть Ее ребенок сейчас Не знаю Мне кажется Что Ну не может Это не затрагивать Ну не может Таких мыслей Не возникать Вот вообще никогда Мне кажется Что так не может быть Чтобы вот Была беременность Делала аборт И никогда Об этом вот не думала Поэтому у меня Достаточно смешанные Чувства по этому поводу Я не могу сказать Что их нужно запретить Но я не могу сказать Что Это хорошо Вот так Ладно Досмотрим узлом времени Я скажу свои мысли Вам по поводу него Сейчас сижу Смотрю Молотова Ну уже тоже надоело Потому что Я уже говорила Что С одной стороны Что Анатолий Андреевич Что Молотова Да Они действительно Борются за права Они действительно Они действительно Молодцы Они действительно Ну вот там Мне очень понравилось Как у Андрея Анатольевича Как они там Искали просрочку Как они В магазинах Как они потом Решали этот вопрос Мне было интересно Как они То есть вот Когда людей Там За проезд Там Просят Заплатить Или там Вышвыривают Там откуда То есть Когда вот Не то что Когда человека Заставляют заплатить За проезд Он не хочет Нет То что там Проверяют Вот как-то Банковские карты Куда-то Ты ее должен Прикладывать Я бы не хотела Свою карту Непонятно куда Прикладывать Для каких-то там Проверок Вот И чтобы у меня На каждом шагу Постоянно Требовали Показывать Билеты За проезд За проезд Но Опять же Вот эти моменты Вот в плане Когда из магазина Ты выходишь Ты пищишь На этой рамке Понятно Что с одной стороны Ты не обязан Ни полицию ждать Ни предоставлять Им этот свой рюкзак Ну просто Вот чисто По-человечески Я всегда Показывала Свой рюкзак В своих руках Вот У меня смотрели Что я ничего не украла Все У меня даже Как-то нашел Работник Вот охраны Магазина Я не помню По-моему В Комфе Это было В Харькове Значит В Дафе Я тогда была Значит Не охранник Магазина То ли в Дафе То ли в Караване По-моему Это в Дафе Этот торговый центр У этот Магазин Они просто Там рядом Друг с другом На Станции Метро Героев Труда Значит Героев Труда 7 Если я не ошибаюсь Героев Прати Так Постоянно туда ездила Постоянно Помню Как такси Вызывала туда Несколько раз У меня были Очень такие Каламбурные Ситуации В плане Вызова такси Всегда все нормально Но несколько Было ситуаций Таких вот Очень странных Когда машина Подъезжала Вообще Непонятно куда И какие-то Потом претензии Мне были Или когда Меня так Спрашивали А подъехать Типа ко входу Где например Там какое-то Кафе Или эпицентр Или еще что-то И бывали у меня Моменты какие-то Когда я там Впервые Оказывалась И я прям Терялась Не знала Где там Эта машина Будет Или Мне звонит Вот например Таксист И говорит Вот я подъехал К строительному Магазину А почему ты подъехала К строительному Магазину Если я сказала Там где Макдональдс Выход Ну ладно В общем это не важно Но это такие вот Непонятки Друг с другом В основном Такси всегда приезжали Туда куда надо Просто были еще Некоторые каламбурные ситуации Еще была ситуация Когда приехала домой А таксист Хотел уехать С моими покупками И при этом Я еще Когда сидела Я с к нему Машину Я смотрю У него там Какие-то вещи Он заявляет О том Что это Предыдущий клиент Забыл их Вот И что вот Они найдутся И он ему Отдаст клиенту Я такая Сижу Думаю Так Чтоб Не было такого Что ты мне Сейчас вещи Не вернешь И вы знаете Так и случилось Нет Все потом Было решено Хорошо Все было нормально Но тем не менее Очень была неприятна Эта вся ситуация Очень было неприятно То что И со мной Такое Как думала Так и случилось Я помню Как меня возил Очень интересно И быстро По Железнодорожным путям Таксист Вот Я была в диком шоке Однажды Мне Ну пытался провести Естественно Я дала ему Закончить этот маневр Потому что Изначально Я не ожидала Что он это сделает Но ехать мне с ним Дальше не хотелось Однажды Мы чуть не попали В аварию Еще когда-то При мне Пытался пить Алкогольный энергетик Таксист В общем Естественно Эти поездки Заканчивались тем Что я не доезжала С ними Куда надо Я живая здоровая Мы не попали в аварию Но ехать дальше Мне не хотелось С таким водителем Если честно Вот Поэтому Решался этот вопрос Иначе Но были достаточно Такие вот Курьезные Каламбурные ситуации Смешные Вот Это долгие истории Скажем так Как я ездила в Харькове С таксистами Но они там Настоящие шуммахеры А еще в Харькове Абсолютно нет Вот То есть там Ездили многие пьяные За рулем Вот я помню Даже был момент Я приехала на шашлыки К друзьям И там значит Один парень Он пил водку Я говорю Так он пьет Он же за руль Потом сядет Мне говорят Да Да Он нормальный Он чуть-чуть Типа выпил Короче Посмотрите Какой он Двухметровый кабан Типа ему нормально Его не возьмет Ничего Все будет в порядке И безопасно Я конечно с ним Никуда не поехала С этим человеком Мне не нужно было С ним никуда ехать Вот То есть Я как бы Своим ходом Но ребята Которые с ним ехали Я не знаю Насколько То есть Насколько это безопасно То есть Чтобы за того Поехал патруль Нужно прям Конкретно нарушать Нужно прям Например ехать Тупо по пешеходному переходу На огромной скорости Или Что-то в таком духе А если ты едешь Вроде То есть Все нормально То тебя никто Не будет останавливать И проверять Я просто заметила Что очень многие Мои знакомые Ну я никак не повлияю На этих людей То есть Я могу выразить Свою точку зрения Что это неправильно Они с меня могли просто Поржать И на этом все Вот То есть Ну я видя Как люди пьют И садятся потом за руль Я даже когда в Донецке Училась на курсах парикмахеров У нас у девчонки Был день рождения И значит Все наливали шампанское Она еще принесла Такие вот торталеточки Вкусненькие И мы сидим Апельсинки Торталетки Она эти торталетки Жульеном назвала Я не знаю Жульен для меня Мне кажется Это немножечко Другая история Но да ладно Она эту штуку Жульеном называла И значит Мы там отмечаем Нюху ее Там она купила Две Бутылки Шампанского Вот И мы значит Сели У нас было Девчонок 15 Ну то есть По вот столькам От того шампанского Выпили плюс-минус Но тем не менее Сам факт Девчонка Которая ехала за рулем Она начала Очень сильно Бултыхать Это шампанское Говорю А что ты делаешь Она говорит От пузыриков избавляюсь Типа все Опьянение Типа в основном Идет от пузыриков Я говорю Да Она такая Да И я говорю Что Она говорит Вот сейчас Пузырики выйдут Вот И говорит Типа Ну я Не буду Такого Перегара Я так Не запьянею Вот И типа Мне же все равно Типа ехать Через два Там часа Где-то домой Ну короче Ее остановили Гаишники Все-таки Это было Несколько раз И в последний раз А В предпоследний раз В предпоследний Как раз Перед Выпуском Ее все-таки Схватили Гаишники За жопу И значит Она потом Приехала Уже без машины Ее то ли муж Привез А потом Ей нужно было Ехать домой На автобусе Потому что Муж уехал на работу И она спрашивала А как на автобусе Доехать То ли в Янакиево Я не помню То ли в Горлов По-моему В Янакиево Она жила Я не помню Вот точно Вот Ей нужно было Домой как-то Добираться Это было очень смешно Потому что Девушка там такая Как бы при деньгах Вся такая В белом золоте В платине Вся такая Вот очень ухоженная Видно что То есть девчонка При деньгах Вот И значит Узнавала Как на автобусе Домой доехать Ну вызови тогда такси Если у тебя Так хорошо шуршит Лаве в кармане Ну да ладно Значит Дальше что Дальше значит Такой момент И в общем Как бы не сработало Не сработало Пузырьки убирать оттуда Я вообще Это все К чему Рассказывала За комфи Рассказывала И значит У меня там Охранник Нашел В моей сумке Он говорит Сумка новая Я говорю Нет Он говорит Выглядит как новая Я говорю Ну мама Я с ней несколько раз Выезжала Я говорю В другой город Там складывала Свои вещи Говорю А так То есть Ей в принципе Никто не пользовался И я с ней на учебу Несколько раз С этой сумкой ездила Все И он такой говорит Типа В ней внутри Подшито В самом Внутри В подкладе Подшито пищалка Говорит Ты будешь В каждом магазине Пищать Короче Мы нашли Эту пищалку Вырезали Ее Вытащили А дома Я зашила Сумку Изнутри Он подвырезал Изнутри У меня не была сумка С дыркой Сквозной Если что Там изнутри Чуть-чуть подклад Он подрезал Вытащил эту пищалку И слава богу Я перестала везде пищать Это действительно так Я пищала В каждом магазине И в каждом магазине Ко мне подходили Но для меня Это я не стала бы Устраивать скандал Такой как Даже если это Мое право Не показывать Я не хочу Устраивать Эти скандалы Но как бы Я так облегчаю И себе как бы Работу И людям работу Понятно что Они должны Смотреть по камерам Им должны Передавать по камерам Что там Но есть такой момент Что охранников Не хватает И по камерам Они могут посмотреть Допустим нарушения Уже после Попозже Потом То есть очень много людей Могли не досмотреть Что там Ну ничего в этом Сложного нет Показать и все Мне правда Не хочется Вот так вот стоять Если они постоянно Действительно Нарушают Права граждан Мне не хочется Вот так вот Стоять И нет Это мое право Орать Не давать эту сумку Чтобы меня задерживали У меня нет столько времени Даже если Вот такое устраивают Да ребята Можно конечно сказать Что они так Перевоспитывают Охранников Но эти охранники Они все равно Будут делать Так как они и делали К сожалению Вот Поэтому Вот Как-то так Вот По поводу Визажа Ну вообще Я с Молотовой Согласна Что кисти Грязные Я вот не хожу В салон Я не хочу Чтоб меня намазали Грязными кистями У меня очень Аллергичная кожа Я не хочу Подцепить себе Клеща Какие-то кожные Заболевания Я не хочу Чтоб меня красили Общей кисточкой Даже если это безопасно Бактерии там Не размножаются На кисточку Может попасть Чужая ресничка Выпавшая И не одна Судя по тому Что я явно Не первая И не вторая Ну окей Я не вторая Точно буду Краситься Этой тушью Может десятая Двадцатая Или тридцатая И все предыдущие Претендентки Окрасились И могли там Оставить какие-то Реснички Я не хочу Сборную солянку Чужих ресничек На своих глазах Видеть Поэтому я не хочу Ходить на визаж Меня не устраивает Условия В плане Санитарные Вот какие-то нормы Вот Меня не устраивают В салонах И в маникюрных И так далее Я работала В салоне парикмахером Меня не устраивало То как работают Мои коллеги Которые не стирали Полотенца Просто их просушивали И у которых Одной даже Десять лет Был один и тот же Пеньюар Который она Ни разу не стирала Она говорит А воротнички На что Ну все равно Это неприятно Он грязный И это Сублоши рядом Было Что в салонах Люкс-класса Что в салонах Эконом Это везде было И сплошь и рядом Отсутствие Каких-то санитарных норм Поэтому я Честно Не хочу Мне очень нравится Эта атмосфера Приходишь Делать ноготочки Поболтать Такое чисто Девчоночья Девчоночья Такая атмосфера Но я правда Очень сильно Боюсь Этой заразы Я просто Не буду туда ходить А Молотова Конечно Да Она молодец Что она Так вот Всю правду Матку Ломит Там на видосах Прямо линейно Ничего не боится Но лично Мне вот так Ходить было бы страшно Я очень тяжело Переживала конфликта Она по сути В этом конфликте Варится На постоянной основе Да С походами В эти салоны Этот Анатолий Андреевич Тоже Я смотрела Как они ловили Этих самых Которые вот эти Ходят Переодетые Ряженые Ходят по Этим самым Там ангелы Всякие Там я не знаю Там матросы Какие-нибудь Там пираты Еще кто-то И в общем Ходят Значит В костюмах По паркам А потом Когда сфоткаются С человеком Требуют денег За это У нас была Такая же точная Ситуация Мы приехали Во Владивосток Значит Сначала Дамир Покатался С Володей На карете Володя предлагал Покататься мне Но там карета Необычная Она вот так вот Крутится туда-сюда И в общем Меня не хотела На ней кататься Потому что Я сказала Что меня нафиг укачает Говорю А вы если хотите Покатайтесь Говорю Покатайся ты Говорю с Дамиром Они покатались Покататься вдвоем Стоит 500 рублей Покататься одному Стоит 300 Считаем Покатались Минут 10 Я их поснимала Потом значит Мы идем по парку Гуляем Туда-сюда Сходили По магазинам Пошастали По набережной Все посмотрели Вокруг Вот Попили кофеечку И значит Собрались домой Мы тогда ездили По делам Заезжали в ТАШФ Заезжали Еще в одну кафешку Я Грит Грит Вот Мы ездили по делам Документальному И просто погулять Вот По набережной Покататься на качелях Может быть Каких-нибудь И значит Аттракционов По-моему Там не было В тот день Если я не ошибаюсь Или мы до них Не дошли Мы вот катались На этой карете По-моему Мы не дошли До аттракционов А потом пошли В другую сторону Потому что В стороне аттракционов Мы уже были Я честно не помню Даже были ли они вообще Вот Ну лето Лето это было Наверное были Просто мы не пошли В ту сторону Мы в другую сторону Пошли Потому что Там мы не были Еще в прошлый раз Когда приезжали Вот конкретно Тоже по делам И мы когда заезжали В парк Мы именно там Вот мы не были Поэтому мы поехали туда Дальше что Дальше то что А еще мы когда приезжали Тоже вот прошлый раз Да Это было перед вторым классом У меня в этот день Было родительское собрание Володе нужно было Днем заехать еще В одно место По поводу документов И еще вечером В другое место Ему нужно было заехать По делам Потом ему нужно было Заехать на встречу И в общем Мы не успевали Где-то еще погулять Поэтому мы сходили Просто в грит И мы съездили Вот по поводу документов И нигде мы так вот Не гуляли Вот А это мы прям Разгулялись До самого вечера Позднего Гуляли И значит Гуляем-гуляем По набережной И тут подходит Конь Очень похож На коня Юлия Вот Ну я его так и обозвала Если честно Вот Даже если это не конь Юлий Для меня это конь Юлий Вот Я других коней не знаю Прикольных И короче Значит Этот конь ему говорит Мол Вот типа там Коня давай там За подкову подержать Чтоб там была удача За хвост Там так Сяк Там А давай мы станем Как будто мы в Титанике Только типа вот С конем Да И так далее В общем Всякие прикольные фишечки Показал Но вкратце А потом говорит Типа не хочешь пофоткаться А я это время Я не успела достать камеру Когда это все только началось И значит потом Я достаю камеру И ставлю на запись И он показывает Все то же самое Но более обширно Более смешно Это все было очень смешно Ребенок очень радовался Конечно же Вот Значит Буквально Секунд 40-45 Вот это все происходит Каждый дубль Все это я снимаю на камеру Просто фотографируя Каждый дубль Попутно Чтобы у меня еще и фотки остались Фотки в инсту И родственникам Видос на ютуб Вот Дамиру видос По-моему я скинула Надо будет посмотреть Скинула или забыла Кстати Вот Потому что он лайки Тоже себя постит А вот Ну и тоже Родственникам еще Ватсап скинула Видос И значит Потом конь говорит А теперь мама Давай типа Копытца позолоти Я говорю так папе Он такой папа Папа поулыбался Заплатил Надо было заплатить 300 рублей Фотография с ребенком Дэдский тариф Вот Но Как бы Я спокойно понимаю Что человек работает Аниматором Естественно Когда он подошел К нам Было понятно Что не бесплатно Будет фотосессия Как бы Мы же могли В принципе Сказать Нет Не надо Пока 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 Молодой человек То есть Он же не заставлял Нас Логично Что он работает Здесь Это платно Фотосессия Но И цена Тоже Вполне Божеская Но Когда говорят Например Как у Анатолия Андреевича Сфотографироваться С гулями За 5000 рублей Или фотосессия С ангелочком Одна фотка Косарь Взрослый тариф Но это чересчур Ну ладно Это Москва Это Владивосток Другой вопрос Хотя Владивосток Тоже Чем плохой город Ну ладно Другой вопрос Вопрос Значит Заключается В том Что Они вот Таких людей Ловят Снимают Их Ловят Вызывают На них Патруль Ментов Говорят Что То есть Они Вымогают Из людей Деньги Поберушничают И все Такое Прочее Вот То есть Мне было интересно Посмотреть тоже Хоть я немножко Не согласна То есть Потому что Ну мы похожи Ситуации были А себя То что Меня обобрали Типа Я себя таковой Не чувствую Что меня обобрали Я не чувствую Что меня надурили Я прекрасно понимала Когда этот конь подошел Это не было так Что он схватил Моего ребенка И давай с ним По всякому Это А теперь давай Бобос Да Нет То есть Я и так Прекрасно понимала И могла отказаться Понятно же Что это не бесплатно Ну когда по По этому ходят Например с обезьянкой И с лошадью Там да Например по пляжу Людей Логично что Фотография с обезьянкой На лошадке Денег стоит Ну что они не бесплатно Людей в парке Фотографируют Здесь для меня Это было нечто Из такого вот рода Вот Дальше что Поэтому мне интересно Было посмотреть На его взгляд В плане вот этого всего В плане вот такого вот Происходящего Мне было интересно Увидеть конкретно Его взгляд Что он об этом думает Правда Вот я прям Этими видосами Заинтересовалась Все посмотрела И было бы интересно Если бы еще вышли Но он говорит Что они из парка Как бы исчезли Поэтому пока видосов нет Вот Как-то так Неоднозначно У меня очень мнение Об этих блогерах Смогла ли бы я так делать И снимать такой контент Нет Я не настолько смелая Наверное Вот У меня нет такой Мощной группы поддержки Как это есть у них Я не настолько подкована В законах Как они Хотя законы Например Конституцию Украины Я все так прям На зубок знала Вот Но я в данный момент Не нахожусь в Украине И в данный момент Я нахожусь в России И законов России Я так хорошо не знаю Поэтому я не подкована Так хорошо в законах Я не могу так разговаривать Вот уверенно В связи с этим Вообще У меня нет такой группы Поддержки Потому что они Не по одному Как бы ходят Да Их много Вот Ребят этих Не знаю Неоднозначно У меня очень мнение О них Но Однозначно Я буду их смотреть И я смотрю Как-то так Ксюшу тоже У меня к ней Неоднозначное мнение С некоторыми моментами Я с ней Очень сильно согласна И многие ее ведем Мне все еще нравится И возможно Даже я смотрю ее Где-то по привычке И по инерции Потому что Когда-то Давным-давно Я на нее подписалась И хоть я очень Во многом С ней реально Не согласна Но я все равно Буду ее смотреть Потому что Ну Мы не стодолларовая Купюра Чтобы всем нравится Вот И все-таки Есть очень многое Что мне нравится И все еще Удерживает меня На ее канале И Поэтому Буду и дальше смотреть Буду конечно же И дальше смотреть Видео Как-то так Потому что Ну Потому что Есть очень многие вещи Которые реально нравятся Которые реально открывают Мне глаза Скажем так Все Целую Люблю Бувать До новых Зустричей До новых Видов Папа Я пошла заниматься Своими делами Ожидать ребенка с гулек Мне очень интересно Как он съездил Понравилось ему или нет Не было ли конфликтных ситуаций Все ли было хорошо Вот Что вообще они делали Где они были Что они ели Что они пили Как они гуляли Мне все очень интересно Правда Все-все-все Очень интересно Вот Поэтому Как-то так Все Пока Пока